В прошлом выпуске программы «На спорте» мы приехали в муниципальную спортивную школу «Амазонка». Там спортсменки занимаются сумо и самбо. Почему спортсменки выбрали эти два вида спорта, которые считаются исключительно мужскими? Как два разных по структуре и происхождению вида спорта объединились в одной спортивной школе? И за что девочки любят «Амазонку» мы расскажем в этом выпуске программы «На спорте». И, конечно, не забудем показать самбо. Этим и прославилась «Амазонка». Спортивное самбо – это вид борьбы, разработанный в Советском Союзе, в котором главное – эффективная защита. В самбо можно одержать досрочную победу благодаря болевому приему или эффективному броску. Какие вот есть броски, какие болевые приемы? Как это вообще можно? Техника очень многогранна. У нас броски корпусные, броски из партера, техника борьбы лежа. То есть в партере – это удержание, это перевороты, это болевые приемы и на руки, и на ноги. И в итоге выигрывает сильнейший. Самбо, у нас вообще самозащита без оружия, вобрал в себя очень много элементов из различных видов борьбы, в том числе из дзюдо, которое японским считается. Здесь есть элементы, которые мы можем и в сумо применять. И поэтому здесь же не столько важно, где зародился вид спорта – в России или в Японии. Важно, что это единоборство. Самбо и сумо – не просто спортивное единоборство. Занятия этими видами спорта могут помочь при самообороне. На самом деле, я поняла в процессе вашей тренировки, что сумо и самбо для меня сложно, и осилить с самого начала я все это не смогу. Но, по крайней мере, мне нужны какие-то движения, какие-нибудь приемы для самообороны, которые, возможно, мне когда-нибудь понадобятся. Можешь меня обучить каким-нибудь? Я больше не боюсь уходить на улицу в темное время суток, потому что я изучила базовые приемы самообороны. Муниципальная школа «Амазонка» образовалась в 1985 году. Тогда девушки только начинали заниматься единоборствами. Вообще борьба была только как для мужчин. Это впоследствии, это дальше стал уже женским миром. И самбо, и подфорно. И дзюдо, и самбо, и потом женская борьба, то есть вольная борьба, потом штанга. То есть единоборство постепенно женское завоевывали наше. Все тренеры – воспитанницы «Амазонки». Традиции и ценности школы они передают и нынешним ученицам. «Амазонка» – та, которая может быть и женщиной, и матерью, и красивой, и женственной, но которая может постоять за себя. Мы сами проводим соревнования, сами стелим ковры, сами судим, сами проводим праздники, сами выезжаем на природу. То есть наши девчонки могут делать практически все. У каждого свои цели, но мы здесь как семья. Если у кого-то проблемы, мы все вместе решаем их, поддерживаем друг друга. Всегда все вместе делаем. Тренера настраиваются всегда на победу. Здесь упорные тренировки всегда. Стремимся к большим успехам, чтобы достичь высот. Пусть многие считают, что само и самбо только для мужчин. Спортсменки муниципальной школы «Амазонка» каждый день доказывают обратное. Они достигают больших успехов. И на своем примере показывают, как выглядит современный спорт. И здоровый образ жизни должен быть у всех. Будьте на спорте!